Всем привет! Хочу поделиться своим вот там переборки редуктора мото-косы даже не косы, а кустареза Stihl FS450 и интересные для себя выводы в общем получилось так, предыстория был люфт на шпинделе диск немного болтался шпуля немного болталась решил для себя что надо не дожидаться пока сломается редуктор так как вещь достаточно дорогая надо его перебрать сегодня выдался выходной думаю быстренько разберу, соберу купил 4 новых подшипника разобрал редуктор инструкции есть в интернете, подробно снимать не стал единственное что у меня фен был обычный для сушки волос строительного нет и вот первая пара где на двух подшипниках сидит она не захотела вылезать от простого фена пришлось взять у соседа газовую горелку аккуратно погреть и все выскочило в принципе то есть учился также по роликам на youtube все работает, все разбирается но с откровением для себя обнаружил что купив подшипники в фирменном магазине штиль то есть не где-то там скф подшипники как бы конечно цена всего 170 рублей за штучку обнаружилось что в новых подшипниках люфт в разы больше чем в старых подумал подумал думаю оставлю-ка я лучше старая в общем для меня вот такой урок не наступайте на мои грабли подбирайте комплектующие хорошо потому что я вот так из-за того что купил плохие подшипники ну я просто не ожидал такого что можно купить в фирменном магазине непонятно что поэтому редуктор будет работать на старых ну а если сломается то походу придется менять редуктор в сборе потому что не знаю где покупать качественные подшипники но если они даже новые не люфтят не значит что они долго отходят поэтому принял для себя окончательное решение сломается редуктор съезжу за 10 тысяч куплю новый поставлю и буду работать дальше единственный момент что не говорят еще на видео когда снимаете редуктор я вот видно сделал маркером метки то есть на собранном еще здесь и на штанге чтобы собрать точно так как стояло не знаю играет ли это как-то несет какую-то роль или нет ну я чтобы не запутаться потому что редуктор по идее на штанге может проворачиваться как угодно я сделал метки и соберу обратно по меткам ну в общем если редуктор через неделю сломается значит сам что-то накосячил буду покупать навыки вот в общем у меня вот такой опыт и отзыв по супер качественным подшипникам скф всем спасибо за просмотр всем пока 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 пока